Привет всем подписчикам и зрителям моего канала. В этом видео я расскажу вам об интересном способе коллекционирования и можно даже сказать инвестирования в монеты Украины. Так что если тем вам интересно, продолжайте смотреть. Обязательно подпишитесь на канал. Чем больше лайков, тем скорее выйдет новое видео. А партнер этого видео – аукцион Виолити. Здесь можно заработать деньги на продаже ваших монет Украины и антиквариата, определить подлинность лота на форуме, выгодно купить и инвестировать в монеты и антиквариат. Ссылки на аукцион и канал в описании к видео. Последнее время в украинской нумизматике появилась новая тенденция – коллекционирование банковских роллов обиходных монет, а именно тех монет, которые выводят из оборота. Кстати, Национальный банк Украины прекращает печать банкнот номиналом 5 и 10 гривен, а это знак того, что уже в этом году мы сможем увидеть монетки в обороте. Как только я получу эти монеты, сразу пойдем в магазин и платить, и узнаем, что думают люди про монеты 5 и 10 гривен. Своё отношение к монетам 1 и 2 гривны мы уже сформировали. Напишите его, кстати, в комментариях, что думаете по этому поводу. Давайте вернемся к роллам. Плюс роллов в том, что монеты в них никогда не были в обороте, и все монеты в отличном состоянии со штемпельным блеском. Если рассмотреть эту тему сейчас как инструмент инвестирования, то первые роллы, например, 1 гривна, стоят уже довольно дорого, они поднялись в цене. Ну, на них не стоит обращать особого внимания, если вы хотите заработать. Но тенденция видна и понятна, что остальные роллы также будут подниматься в цене. Как вариант, стоит обратить внимание на те роллы, которые еще не успели подняться в цене, и у них есть потенциал роста. С каждым днем интерес к монетам Украины растет. Это связано с разными факторами, и несомненно с тем, что определенные монеты выводят из оборота. Украинские монеты в роллах продаются как у нас в стране на аукционах и других площадках, так и за границей, в Европе, в России. Многие монеты по номиналу стоят сильно дешевле, чем себестоимость металла и их производство. К перспективным роллам можно отнести 1 гривну 2015 года, 70 лет победы, ну, в народе называется маки. На сегодняшний день цена 250-300 гривен. Это последний тематический ролл с такой низкой ценой, остальные в разы дороже. Также интересными являются 1 гривна 2012 года с Владимиром, цена около 160-200 гривен и гривна 2014 года с Владимиром. Цена на сегодняшний день около 120 гривен, а это в два раза больше номинала. Интересными и перспективными также являются роллы других номиналов, стоимость от 20 до 50 гривен. Но тут все зависит от вашей глубины анализа каждого номинала, тиража, количество предложений сейчас на рынке, ну, и того, за сколько вы их купите. Друзья, я желаю вам удачи с выбором монет для инвестирования. Спасибо, что смотрите и оставляете комментарии. Напишите в комментариях, есть ли у вас роллы в коллекции и каких монет. Давайте наберем под этим видео как можно больше лайков, и я выпущу совсем скоро следующий ролик. Всем пока!